Глуб, уважаемый президиум и коллеги, разрешите вам представить свой клинический наблюдение иммунотерапии немелкоклеточного рака лёгкого. Пациент 55 лет, изначально ЭКОК 0. В июле 2015 года совершенно случайная находка на приправосмотре выполнена была рентгенография органов грудной клетки и было выявлено одиночно округлое образование в левом лёгком. Хочу отметить, что течение заболевания было абсолютно симптомно, никаких проявлений ни слабости, ни кашля, ни одышки у данного пациента не было. В августе была выполнена компьютерная томография органов грудной клетки, где выявлено было и подтверждено образование в левом лёгком с инвазией в средостение, увеличение лимфоузлов в средостение, надключичных лимфоузлов справа, гидроперикард. В июле 2015 года до компьютерной томографии ещё была выполнена фемеропронхоскопия из биопсии образований, гистологическое исследование плоскоклеточный рак лёгкого. Хочу отметить, что молекулярно-генетическое исследование не проводилось, учитывая гистологическую верификацию. Пациент был дообследован, выполнена МРТ головного мозга, остеосцинтеграфия, катоорганов брюшной полости малого таза. Патологии не было выявлено. Сопутствующие патологии я не буду озвучивать, указано на экране. И таким образом диагноз был рак левого верхнедалевого бронха CT3N3M0. У меня вопрос к залу. Какие бы из опций лечения вы бы выбрали в первой линии? Химио-лучевое лечение, химиотерапия отдельно, лучевая терапия отдельно, ну и, возможно, я не знаю, хирургическое лечение. Благодарю за ваш ответ. Практически именно так мы и поступили. Пациент лечился изначально на тракальном отделении. Это, в принципе, можно обосновать как именно химио-лучевой метод воздействия, но не сочетанная химио-лучевая, а последовательность лечения. Начали лечение с химиотерапии, со стандартной. Использовался режим цисплатин с гемцитабином. Пациент получил 6 циклов. Хочу отметить, что 5-й и 6-й цикл больной переносил с гематологической токсичностью. 6-й цикл был не доведен до конца. То есть день 8-й, 6-го цикла не был проведен в связи с гематологической токсичностью нетропинии 4-й степени. Тем не менее эффект лечения у пациента был частичный регресс, но резектабельность так и не была достигнута. Учитывая, что пациент территориально, к сожалению, относился к другому учреждению, то лучевая терапия началась только с апреля 2016 года. Подключили, и он получил лучевую терапию на первичный очаг и зону регионерного лимфоотока. Пациента в дальнейшем отпустили под наблюдение. В сентябре 2016 года абсолютно здоровый молодой мужчина, до этого работающий, КОК-0. У него появление отдышки при минимальной физической нагрузке, субфибрильная лихорадка, выраженная слабость и, как следствие всего этого, снижение работоспособности. То есть пациент не смог больше работать и обеспечивать свою семью. Вот такую картинку клиническую мы имели на тот момент, в октябре 2016 года, в лечении лимфоузлов средостения, первичного очага и появление лимфогенного канцерматоза. У меня вопрос к залу. Какую опцию вы бы выбрали в качестве второй линии терапии у данного пациента? Химиотерапия, полихимиотерапия на основе препаратов платины. Возможно, монохимиотерапия перооральными цитостатиками, учитывая его и КОК, иммунотерапия, будь то неволумаб, пембролизумаб. Ну или, возможно, все-таки попробовать рабиопсию с определением каких-то мутаций, возможно, выявленных, и назначение таргетной терапии. Спасибо большое за ответ. Именно так мы и поступили. На тот момент в городском онкологическом диспансере появилась возможность включения пациентов в программу расширенного доступа, и с октября 2016 года пациенту была начата иммунотерапия неволумабом, стандартная доза, один раз в две недели. И хочу обратить ваше внимание, что уже через полтора месяца после начала лечения мы имели уже контроль за симптомами заболевания, купирование лихорадки, отдышки, остыния, всего три введения. Пациент вернулся к работе, и при моих вопросах, как вы чувствуете себя по десятибальной шкале, как вы оцениваете свое состояние, он мне говорит, Инна Владимировна, я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что раньше я существовал, а сейчас я живу полноценной жизнью. После четырех введений было первое контрольное обследование, где был зарегистрирован частичный регресс. В дальнейшем мы выполняли контрольное обследование каждые два месяца. И сохранялся продолжающийся статичный регресс. Профиль токсичности. Я хочу отметить, что только после шести введений у пациента появилась гепатоксичность, хотя пациент с самого начала получал гепатопротектор в профилактическом режиме. При появлении гепатоксичности первой степени дозы гепатопротектор была увеличена, и явление было рекупировано. После 28 введений у пациента появилось повышение уровня креатинина первой степени. Пациенту проводилась инфузионная терапия с включением гликокортикостероидов, и явления были купированы. Я хочу, чтобы вы посмотрели, что мы имеем на сегодняшний день. Октябрь месяц 2016 года, то, с чем к нам пришел пациент с выраженной клинической симптоматикой. На предславенном слайде обследования от сентября 2017 года могу вам сказать, что пациент продолжает лечение, что в конце ноября у него было контрольное обследование, у него продолжающийся театричный регресс. Мы с Рашидом Ахидном обсуждали дальнего пациента на предмет все-таки возможного хирургического лечения, но хирурги сказали, что вы занимаетесь своей иммунотерапией и продолжаете дальше. Вы получили контроль над клинической симптоматикой, на рентгенологический контроль. Пациент достаточно молодой продолжает активно существовать. Таким образом, на сегодняшний день у нас проведено 30 введений неволумаба, эффект продолжающийся частичный регресс. Я у предыдущего догладчика не зря спросила, до какого времени мы будем продолжать, потому что в настоящее время у нас есть возможность продолжать лечение этого пациента, он хорошо переносит данный препарат, поэтому пока мы будем продолжать. Единственное, что на последней контрольной томографии появился небольшой очаг по типу матового стекла. Возможно, это либо небольшие начальные признаки, пока рентгенологические пульмониты, поэтому мы назначили ему небольшие дозы глюкокортикостероидов. Возможно, это начиная какое-то прогрессирование заболевания, но это будет видно при последующем контрольном обследовании. Следующая пациентка 55-го года рождения, изначальная кокс заболевания Е1, в октябре 2011 года у нее появление субфибрильной лихорадки, увеличение лимфоузлов шеи по компьютерной томографии новообразования С10 правого легкого, лимфоденопатия средостения и отдаленные изменения в легких. Она была госпитализирована в нашу клинику, выполнена видеомедиастиноскопия с биопсией лимфоузлов средостения. Гистологическое исследование трактовалось таким образом, как метастаз низкодифференцированной аденокарцинома. Пока выполнялось иммуногистохимическое исследование, она была дообследована, выполнена фиброколоноскопия, гастроскопия, сделана КТ-фсик-зонд для поиска первичного очага. И было готово чуть позже иммуногистохимическое исследование, которое трактовалось как иммунофенотип и гистероструктуры соответствуют аденокарциноме лёгкого. У пациентки было выполнено молекулярно-генетическое исследование, не было выявлено ни одной мутации. Сопутствующие патологии я также отразила на данном слайде. Таким образом, мы имели рак периферического бронха нижней доли правого лёгкого, CT1N3M1 с изменением в лимфоузлах шеи и в лёгких. У меня вопрос к залу. Вот у вас есть такая пациентка, абсолютно сохранная, относительно молодая женщина с невыраженность сопутствующей патологии. Что вы выбрали бы в качестве первой линии лечения? Извините, тут небольшая ошибка. В первой линии лечения это химиотерапия на основе препаратов платина, это этапозит, иммунотерапия и таргетная терапия. Благодарю за ответ. Именно так мы и поступили. Данную пациентку мы начали с первой линии химиотерапии. Она лечилась не в нашем отделении, а на теракальном отделении. В 2011 году это было клиническое исследование по клетоксел с карбоплатином АУК-6. Пациентке проведено было 6 циклов, учитывая достаточно тяжёлую переносимость в виде гематологической токсичности. Максимальный эффект стабилизации процесса. Лечение было завершено, и в дальнейшем пациентка наблюдалась. В июле 2013 года при контрольном обследовании у пациентки выявлено прогрессирование заболевания, увеличение первичного очага и изменение в лёгких. С августа 2013 года по ноябрь 2013 года пациентке также в рамках клинического исследования на тот момент проводилась монохимиотерапия до ацитокселом. К сожалению, здесь тоже максимальный эффект была только стабилизация процесса. В декабре 2014 года у пациентки повторное прогрессирование заболевания. В третьей линии пациентка получила 6 циклов химиотерапии по схеме пиметриксет плюс карбоплатин УК-5. Максимальный эффект стабилизации процесса. И в дальнейшем коллеги на таракальном отделении продолжили поддерживающий режим пиметриксета. У них очень большой опыт с поддерживающей терапией пиметриксетом с хорошим эффектом. И достаточно длительно пациентка находилась под наблюдением с февраля 2016 года по декабрь 2016 года. И при контрольном обследовании было выявлено увеличение размеров очага с 10 правого легкого. И, как ни странно, именно только спустя такое большое количество времени у пациентки появляется симптоматика в виде появления одышки и кашля. К сожалению, сразу мы не смогли взять пациентку в программу расширенного доступа. Там куча была организационных моментов, оформление информированных согласий, поступление препарата в центр. И только с марта 2017 года пациентке мы начали иммунотерапию в стандартной дозе. После четырех введений выполнено контрольное обследование. Таких уже, конечно, ярких, красочных результатов, как в первом клиническом случае, я похвастаться не могу. Но, тем не менее, мы получили стабилизацию опухолевого процесса. Клиническое улучшение наступило у пациентки через три месяца после начала лечения. Полностью оккупировалась одышка, кашель. Максимальный эффект лечения хочу отметить всего лишь стабилизация процесса. Профиль токсичности, гепатотоксичность, только возникшая после, на десятом введении, здесь тоже она была оккупирована назначением гепатопротекторов. Пациентка стала предъявлять жалобы на усталость, сонливость, кожность, сухость кожных покровов, и зная профиль токсичности неволумаба, из-за подозрев гепатириоз, который был подтвержден лабораторными данными. У пациентки был диагностирован гепатириоз, она была проконсультирована эндокринологом, назначена сопутствующая соответствующая терапия. Противопоказаний для продолжения иммунотерапии неволумаба у пациентки не было, и мы продолжили лечение. На сегодняшний день это 21 введение неволумаба с марта 2017 года по настоящее время, и максимальный эффект стабилизации процесса. Я в завершении своей презентации поставила вот такие весы, всегда для нас, как для клинических онкологов, мы всегда смотрим и оцениваем один параметр эффективности лечения, от которого зависит общая безрецидивная выживаемость, общая выживаемость, и второй контроль над симптомами заболеваний. Что для нас важно? Важно все. И с помощью данного препарата я показала, что у первого пациента мы достигли частичной в регрессии контроль над симптомами заболевания. У второй пациентки всего лишь стабилизация процесса, но также контроль над симптомами заболевания. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое. Вопросы будут из зала? Пожалуйста. Инна Владимировна, скажите, пожалуйста, почему в первой линии не рассматривался пиметрексид у второй больной? В первой линии аденокарциномии? В монорежиме вы имеете в виду? Нет, в комбинации. Ну, все равно. Аденокарцинома. Ну, вот такой был, то есть, ну, на самом деле, учитывая стандарты, мы можем абсолютно спокойно выбирать разные режимы лечения при аденокарциномии, поэтому здесь вы были выбраны таксола с карбоплотином. То есть здесь вариация на тему. Пожалуйста, это может быть таксол с карбоплотином, гемзар со сплотином, это может быть пиметрексид в комбинации с тем же со сплотином. То есть здесь то, чем вы располагаете в настоящее время. Спасибо. У меня тоже вопрос. А PD-L1? Вот, интересный вопрос. Да, я ждала его. Думала, кто-то меня спросит или нет. Объясню ситуацию. К сожалению, ни у одного, ни у второго пациента мы не определяли. Экспрессию. Объясню, почему. Вторая пациентка участвовала в двух клинических исследованиях, и, к сожалению, у нее не осталось опухолевого материала. Он постоянно кочевал, и блоки мы отправляли. Ребиопсию пациентке для определения PD-L мы делать не стали. У первого пациента изначально была биопсия при бронхоскопии. Было недостаточно материала, и, к сожалению, мы тоже не смогли ему провести данные анализа, определить экспрессию. Ну и второй вопрос у меня. Вот в двух ситуациях у вас был достигнут, изначально был достигнут какой-то клинический эффект. Первый раз с помощью химилучевого лечения, у второй пациентки была стабилизация на первой линии терапии. Как вы считаете, имеет ли смысл проводение поддерживающей иммунотерапии вот уже в самых ранних фазах? То есть не тогда, когда мы пациента берем на прогрессирование, когда мы достигаем эффекта, и дальше у нас есть реальное время либо наблюдать, либо что-то сделать? Интересный вопрос. Честно говоря, таким образом мы, используя первую линию, пациент какое-то время у нас находился под наблюдением, да, и потом мы смогли подключить иммунотерапию неволумабом. Использование именно иммунотерапии в поддержке, да? Ну, честно говоря, не знаю, стоит ли это делать, потому что, если нет прогрессирования и есть какой-то продолжающийся эффект от первой линии, есть ли смысл назначения иммунотерапии неволумабом в поддерживающем режиме изначально? Ну, вот про неволумаб у нас на самом деле данных таких нет, но про другие иммунотерапевтические средства у нас на сегодняшний день данные уже есть. И вот первое исследование, которое показало сдвиги какие-то в адюмантном лечении, это как раз вот Pacific исследование, которое было недавно доложено, там где друвлюмаб, это PD-L1 ингибитор, но тоже, в общем, та же линейка препаратов показала, в общем, выдающийся результат именно в адюмантном лечении. К сожалению, мы не знаем, как он действует в лечебном режиме, чтобы полностью переделать. У нас опыт очень короткий, мы как раз во второй части участвовали в Арктике исследования, где он был во второй и последующей линии терапии, но у нас тоже был у пациентки выраженный частичный регресс на фоне лечения, правда, после псевдопрогрессирования, и, в общем, такой довольно-таки волнительной ситуации. Ну, про меланому, да, сейчас? Нет, я про немелкоклеточный рак лёгкого аденокаруцинома не говорю. Но в адюманте, у меня, к сожалению, опыта использования иммунотерапии в адюмантном лечении нет, только при местно распространённом или метастатическом немелкоклеточном раке лёгкого, поэтому очень интересно. Это фактически местно распространённое, да, потому что это химия-лучевое лечение, потом был поддерживающий режим, да? Потом была рандомизация, либо наблюдение, либо поддерживающий режим. То есть выбрали, там была именно местно распространённая стадия заболевания. Там было N+, которым показано химия-лучевое лечение. И результат действительно очень впечатляющий. Это, наверное, были первые исследования за последние 15 лет, которые показали какие-то сдвиги в адюмантной терапии немелкоклеточного именно рака лёгкого. Поэтому будем надеяться, что и другие препараты сейчас пойдут, и мы получим дополнительную информацию, потому что теоретически, конечно, иммунотерапия в поддерживающем режиме, она имеет больше возможностей чисто благодаря тому, что ей нужно время для развития эффекта. Но тут тоже настанет вопрос с вами. А как долго мы будем осуществлять эту поддержку? Мы достигли какого-то эффекта на фоне первой линейной терапии. Там ограниченная поддержка. Там ограниченная поддержка, да? Да. То есть там это лечение конечное. В профилактических режимах сейчас всегда идёт конечный срок лечения. То есть там нет бесконечного. Другое дело, я на память не вспомню, сколько там времени было, год или два, но тем не менее это был ограниченный срок лечения, и самое главное, что после окончания эффектом терялся. А как потом оценился эффект? Время прогрессирования, как обычно. А, время, то есть на чём у нас всё-таки достигнут был максимальный эффект на фоне первой линии, или это работает уже и иммунотерапия в поддержке, тоже тяжело сказать. Ну, почему тут? Понятно, что как раз у всех включались пациенты, у которых не было прогрессирования после химии. А может быть у нас, допустим, чисто гипотезически работают ещё те цитостатики, возможно, которые мы использовали изначально? Может быть, только почему-то с иммунотерапией они работают хуже. То есть они работают лучше, чем без иммунотерапии, поэтому вероятный эффект всё-таки от иммунотерапии. Но тем не менее, цитостатики, они ведь тоже дают повод для иммунной системы поработать побольше, потому что они обеспечивают экспрессию антигенов, они обеспечивают, подавляют противоопухолевую активность клеток. И химия иммунотерапии, она, в общем, имеет очень-очень веские основания. И мы это знаем ещё со времён цитоакинов, потому что практически везде, где пытались использовать химию иммунотерапию, химия иммунотерапии в результате оказалась эффективнее, чем без иммунотерапического компонента. Поэтому здесь это практически уже общее такое место, по крайней мере, в отношении частоты объективных ответов. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.